Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня будем говорить о многих вопросах, потому что наша гостья Елена Верховых, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, она многолика в самых разных направлениях. Но, конечно же, прежде всего это касается женских судеб, детей, семьи и работы в городском округе Люберцы. Здравствуйте! Здравствуйте! Лена, очень приятно всегда вас видеть. И мы решили, договорились поделиться, поделить программу на две части. В первой части у нас будет всё-таки поговорим о депутатской деятельности, потому что давненько у нас депутатов не было. Кажется, что лето вроде как все отдыхают, расслабляются, на самом деле работа идёт. И во второй части поговорим о любимом, наверное, детище, да, «Супербабушка» у нас конкурс идёт. Вообще конкурсы красоты, всё, что связано с работой, так сказать, в женском направлении, а значит направлении семьи. Так что вот такая программа я вам озвучил, так по ней мы сейчас и пойдём. Ну, начнём с депутатской деятельности. Но ведь правда летом на работы меньше или нет? Нет, работы не меньше, потому что на самом деле у нас, ну, наше население, это те, которые уезжают на дачу, и те, которые не уезжают на дачу. Всё равно они как бы с нами. Да, конечно. И те, которые не уезжают на дачу, они на самом деле достаточно очень активны. То есть им, вот я на самом деле, вот даже вот пользуясь случаем, хотела поблагодарить этих жителей, которые находят время, приходят на приёмы, которые озвучивают проблемы. Потому что, ну, я как депутат и наши, ну, коллеги их депутаты... Получаете информацию. Да, мы не умеем читать мысли. Вот. И оттого, если люди, жители приходят, они озвучивают проблему, и, естественно, мы начинаем это решать. Как говорится, я всегда так говорю, что всё начинается с маленьких шагов. Большое дело начинается с маленьких шагов. Конечно, да. Вот. И когда начинаешь это разгребать, и когда у тебя это получается, и, естественно, с другой стороны, обратный отзыв от жителей, слова благодарности, поэтому считаешь, что... Совсем другое настроение. Да, настроение, да. И это крылья, это вырастает за спиной. Ну, собственно говоря, получается, что и сигнал поступил, отреагировали, выполнили, и все довольны. Депутат выполнил свою работу. Ну, в общем-то, действительно, почему-то очень многие думают, что они будут сидеть, ну, что называется, на печи и дожидаться решения каких-то проблем. Или кто-то вдруг пойдёт и скажет. А депутаты у нас, тем более, что в городском округе Люберцы, у нас, кстати, сразу после выборов новых, да, которые были, практически все депутаты прошли через нашу программу, мы с каждым говорили, о программе, о том, где он принимает, как он принимает, сейчас интернет, пожалуйста, любым удобным способом можно донести информацию от того, что лавочка где-то либо стоит, либо не стоит, либо не нужна лавочка, до каких-то более серьёзных проблем. Конечно, да, то, чтобы не накапливать этот негатив, я... Сейчас у нас как раз проходит серия отчётов, то есть мы, как депутаты партии «Единая Россия», мы должны отчитаться о своей проделанной работе. Вот. И когда жители приходят, те, кто приглашаем на все встречи, житель ни разу не приходил на отчёт. Да. Да, естественно, он пришёл на отчёт, и есть, конечно, да, они так выскажут на эмоциях, на эмоциях. Всё, что называется, в лицо. Да, да, в лицо. Всё, что думают о ситуации. Ну, прослушав, поговорив. И когда я им ещё раз повторяю, что, уважаемые жители, вот лично я, да, принимаю первый понедельник, там, Жилино, дом 63, второй понедельник, птицефабрика, это стадион урожай, четвёртый понедельник, это Гоголя, 19, с 5 до 8, приходите. То есть вы даже в разных точках принимаете, что можно было... Да, да, для удобства, для удобства. Единственное, да, у нас шестой округ, он достаточно большой, и многие говорят, нам неудобно вот во все эти три точки приезжать. Вот как вот здесь у нас, в нашем округе есть первый понковский проезд. Вот активный житель, да, пришёл на приём в партию «Единая Россия», у него накипело. Естественно, я как депутат, как по этому округу, сделала выездной приём. Собрались жители, активные жители, я им даже сказал спасибо, что вот за их гражданскую позицию, которым реально не всё равно. Сейчас, да, вот я думаю, как бы так сделать им удобно, чтобы и этот куст тоже попал, да. Потому что иногда какая-то проблема, она может быть совсем не проблема, вот не проблема. Но когда она не решается годами, то это накапливается, естественно, очень негативно. А когда вот я говорю, с маленькими шагами ты начинаешь разгребать, и уже совсем другая история. Ну вот прошло время, да, с того, как вы стали депутатом, нового, так скажем, созыва и так далее. Тяжело, устали, нравится? Как вы оцениваете? Новый такой вот, всё-таки это ваш первый такой депутатский опыт? Ну, я хочу сказать, не буду кривить душой, тяжело. Тяжело. Тяжело, потому что где-то, мы же всё-таки муниципальные депутаты, у нас... Не размахнуться особенно. Да, не размахнуться, как это в одном фильме «Королевство маловато», да, и, естественно, нету тех, как его, полномочий. Но, я ещё раз говорю, даёт жизненные силы, когда у тебя что-то получается, когда тебе идут навстречу, когда помогают, да, вот когда, например, там обращаешься за помощью к депутатам, там, Особолдумы, там, Госдумы, и когда тебе вопросы как-то потихонечку, они начинают решаться и помогать жителям, то я считаю, что, ну, не зря всё-таки тогда пошла и выбрала эту стезю. Получается. Ну, давайте немножко, вот первая часть у нас уже скоро будет заканчиваться, поговорим о конкретике, да, что вот, с чем приходят люди сейчас. Это какие-то бытовые вопросы, это ЖКХ, это дворовые территории, это, наверное, приходят, наверное, деньги просто просят. Кто эти люди? Ну, так как всё-таки, да, у меня, я занимаюсь женским движением, ко мне, конечно, обращаются большинство, там, ну, мамочки многодетные, какие-то жизненные вопросы, да. Сложности, да. Вот, но достаточно большое это ПЖКХ, да, но я считаю, что нам повезло, что у меня в округе есть депутат, который руководитель управления компанией, а с этим проще. Сам Бог велел сразу раз, и всё. Вот, конечно, благоустройство, транспорт, потому что у нас 6-й округ, он достаточно такой разделён железной дорогой, нет, плохо, ну, плохая доступность. Тем более железная дорога – это федеральная земля. Да, федеральная земля. Потом есть огромные такие проблемы, у нас два поликлинического отделения на территории, и, естественно, нехватка специалистов, люди пожилого возраста, они, именно вот для них это очень важно. Да, конечно, да. Да, шаттл, да, или как это, ну, трансферы, как-то вот это. Да, трансфер, да. Вот, и я просто к тому, что в основном люди пожилого возраста, мамочки, у которых три и более детей, им очень сложно вот со всеми детьми обойти, например, сейчас готовится там кто-то в лагеря выздоровительные, обойти врачей, это тоже им достаточно сложно. Нужна удобная какая-то вот связь между вот этими объектами социальными. Ну, и плюс у нас на шестом округе достаточно активно там строится, нехватка мест в детских садиках, в школах. Ну, вот я... То есть до сих пор есть, да, вот эта проблема? Нет, она есть, но вот у нас очень начальник образования, Виктория Юрьевна Бунтина, она, естественно, каждому подходит индивидуально, это вопрос решается. Ну, знаете, родители хотят, если у тебя трое-четверо детей, чтобы они ходили в одну школу, чтобы это было всё рядом с домом, что не надо тратить, ну, время на дорогу. Ну, строится, как говорится, округ строится, развивается, с тем всё равно строится школа, запланировано большое количество школ и детских садиков, просто надо чуть-чуть подождать. Ну, я так понимаю, что ведь принимался план, да, вместе с бюджетом план, и там депутаты за бюджет этот бились, боролись. Конечно, бились. Вот, кому-то там получше, может быть, кусочки достались, кому-то поменьше, но тем не менее, план этот выполняется сейчас в жизни? Конечно. Депутаты как-то собираются, общаются? Нет, ну, идёт обсуждение бюджета, корректировки, конечно, это под контролем. У нас есть комиссия по бюджету, то есть это всё, это депутаты за этим следят. Понятно. Итак, мы поняли, что существует как минимум три сейчас пункта, и наши гости перемещаются каждый понедельник. То есть есть возможность всё-таки найти способ добраться до вас. И ещё, всё-таки на сегодняшний день депутат, он, хотя мы понимаем, что муниципальный депутат, да, у него нет там средств определённых, но он всё равно решает массу вопросов или, по крайней мере, может подсказать человеку, куда ему обратиться. Ну, мы, по крайней мере, мы как всё-таки связь. Связующее звено, да. Связующее звено, то есть мы можем подсказать, помочь. И где-то вот я, опять же, благодарна многим, что всё-таки оперативно, ну, отвечает, решает, то есть нету бюрократических каких-то там отписок. Потому что, да, иногда обращаются люди напуганные, страх какой-то. А когда иногда просто, ну... Ну, тут же ещё момент юридический, когда человек не до конца знает свои права. Когда он попадает в какую-то ситуацию, которую, как вот вы говорите, в принципе, разрулить не стоит никаких проблем. И люди вот сидят, и оно ж не упадёт с неба всё равно. Поэтому мы, почему в нашей программе очень часто говорим нашим телезрителям и пользователям всех сетей, где мы размещены, что всё-таки нужно идти к депутату, потому что это первое то самое звено, которое, по крайней мере, как вы правильно сказали, хотя бы услышать, о, а в этом доме есть такая проблема, иногда просто вот... Вот это очень важно. И тогда получается и депутат, странный, наверное, депутат, который приходит, сидит, но ничего не произошло, и я и пошёл домой. Это какой-то странный такой вариант. Ну, у нас таких в Совете нет, но я ещё хотела, вот он... Так как если какие-то вопросы достаточно сложные, и я всё-таки как новичок, мне очень приятно, что у нас есть опытные коллеги, да, и председатель Совета... Да, председатель Совета депутатов Иван Петрович Ружицкий, то есть я иногда вот, ну, в ступоре думаю, а куда идти? Да, к кому? Куда встречаться? Вот, и вот очень важно, когда тебя правильно, правильный вектор направят, и поэтому и вот заместитель у нас, председатель Александр Леонидович Лопак, да, вот грамотный совет, и всё, ну, шаг за шагом, она всё решается. Понятно. Ну что ж, вот такой краткий обзор депутатской деятельности нашей гости Елены Верховых, которая у нас была часто здесь в гостях, от Союза женщин и как представителя самых разных направлений, и вот стала депутатом, ну, это логичный такой был маршрут в её жизни. Но во второй части мы решили поговорить уже о том, что радует её, можно сказать, не только как одного из организаторов, да, но и сердце, что называется, в этом проекте. Так что дождитесь продолжения. Напомню, что в гостях у нас депутат Совета депутатов Елена Верховых, а это программа «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберца Елена Верховых. В первой части мы немножко отчитались о проделанной работе, рассказали, что... Давайте ещё раз напомним, где вас можно встретить в понедельнике. Ну, первый понедельник месяца – это Тамилина, Жилина, дом 63, с 5 до 8. Второй понедельник месяца – это птицефабрика, стадион урожая, я там принимаюсь, с 5 до 8. И четвёртый, последний понедельник месяца – это Тамилина, улица Гоголя, 19, 5 до 8. Поэтому я очень прошу и призываю, чтобы жители всё-таки приходили на приёмы и не копили проблемы. Вот. Ну, а теперь поговорим о тех проектах. У вас их было много. Эти проекты самым, ну, скажем так, выросли, стали где-то уже самостоятельными. В них принимает участие большое количество людей. Ну, один из них мы присутствовали при, скажем так, возмужании этого проекта, который называется «Супербабушка». Что сейчас там происходит? Рассказывай. Ну, вот я хотела сказать, у нас вот стартовал этот конкурс, были визитки, мы отбирали визитки. Это какой по счёту у нас уже конкурс? Ну, он в том-то и дело, у нас в 19-м был первый, но потом пандемия, и в 400-летие у нас он второй. Но такое чувство, что он уже юбилейный. Да, да, юбилейный. И 35 участниц подали на сегодня у нас, ну, по каким-то причинам, да, вот 32 участницы. Хочу рассказать, то есть у нас прошёл первый этап, это кулинарный конкурс. Вы не представляете, это было такое реалити-шоу, женщины готовили без термической обработки завтрак для своих внуков. И, соответственно, это был праздник, потому что, да, они все участвовали, это было красиво, вкусно. У меня слюна уже бежит. Да, да, то есть это было у них после участницы, они мне писали, говорили, Анатольевна, такое чувство, ну, то есть это праздник. И кто-то неделю ходил, улыбался, кто-то две недели. Но у нас потом пошёл спортивный конкурс. Ну, сейчас мы к спортивному, вот по поводу кулинарного конкурса. Ну, мы понимаем, что бабушка, прежде всего, хорошо поесть, да, покормить внучка. Вот скажите, прям разные были, участниц много, разные были предложены варианты этого? Да, конечно, смотрите, было чем ещё? Без термальной обработки определённое количество набор продуктов. То есть определённое количество набор продуктов. И им давалось определённое, то есть время, лимит, время взять этот набор продуктов. И, соответственно, определённое время, когда что-то оформить, потому что там оценивалось по несколько категорий. Ну, в первую очередь, это вкусовые оформления. И ни у одной ничего не повторилось. То есть у всех было что-то своё. Как здорово это. Да, интересно. Поэтому это был даже небольшой ассортимент, а был ограниченный. То есть вот надо было сделать исходя из... Да, из... А кто-то оценивал этот конкурс, да? У нас было компенсентное жюри. Это... У нас было... Я просто... Как его... Из... Ну как, не кулинарного техника, а из нашего техника имени Юрия Алексеевича Гагарина. То есть был главный специалист по... То есть... По питанию. По питанию, да. То есть это была оценка. Потом у нас в жюри была Надежда Ивановна Титюльна. Это наша супер бабушка. Это... Она была здесь у нас в гостях. Да, ну отлично. Вот. Ну, естественно, были женщины и были спонсоры, которые этот конкурс... Это был кондитерский фавор. Которые просто пробовали на вкус. Да. Они смотрели, оценивали. И это же не просто... Это было такое шоу, да? Быстро приготовить, оформить, а еще рассказать. Была презентация. Презентация, да. Да, была презентация. То есть не просто вот так поставили, смотрите, пробуйте. Хорошо. А это был рассказ. Так, следующий конкурс. Это был спортивный конкурс. И когда вот комитет по физической культуре, им поставлена была задача разработать такой этап соревнования. Ну, во-первых, бабушки, да? Да. 55 плюс. И, извините, у нас самая возрастная участница 85 лет. 85 лет. 85 лет. Антастика. 85 лет. Альбина Степановна Чурсиной. То есть 85 лет. И мы, естественно, понимали, что как бы быстрее, выше, там... Сильнее, да. Надо подумать как-то. Вот. И комитет по физической культуре, они разработали несколько таких, как они называют, станций, этапов, где там они закидывали мяч. Ну, это был такой импровизированный мяч баскетбольный, кто это пин... Ну, как это называется, ракеткой пин-понг, кто-то пострелять. Ну, то есть... Такой более-менее спокойный. Да, накинуть. Ну, естественно, они все равно отнеслись к этому очень серьезно, волновались. Ну, я говорю, это надо видеть своими глазами, потому что группа поддержки, да, то есть как на кулиганарном конкурсе, как на спортивном, они приходят со своей группой поддержкой, это кричалки, это плакаты, это уже какая-то у каждой участницы своя команда, визитка, визитка болельщиков. Это было... Круто. Да, это было очень круто. Так, что дальше? Потом у нас был творческий конкурс. Вот к творческому конкурсу, это уже готовили комитет по культуре, вот, естественно, задача была раскрыть именно творческий потенциал участниц, но еще мы им дали задание, так как у нас год юбилейный, 400 лет, и вот что-то к нашему празднику, к дню рождения, и кто-то танцевал, кто-то читал стихи. Ну, все с каким-то, да? Кто-то написал песню, но все это было посвящено 400-летию городского округа. Естественно, дополнительные баллы это были, когда принимали участие, это внуки, плюс дополнительные баллы всегда считались, это участие болельщиков, потому что какие-то номера это были прям вот, прям шоу какое-то там. Ну да, прям номера номера. Да, номера номера, и я просто к тому, что они участницы, ну я по секрету знаю, кто-то к этому так готовился, заказывались костюмы, да, искались определенные инструменты, писали сценарии, группа поддержки, то есть, тесно репетировали, то есть, это не просто, вот я так пришла, я такая, здрасте, я вам прочитаю. То есть, все посерьезно. Было все посерьезно, да, одна участница пришла аж с этим ансамблем, с казаками. Да вы что? С казаками, с шашками, то есть, это было не просто это. Но это уже шоу. Да, было шоу, да, вот и председатель на жюри этого конкурса Илья Александрович Рожников сказал, что, ну, то есть, нам надо выходить уже на область. Ну это хорошо. Ну да, то есть, это было очень. Ну, кстати, это хорошая идея, потому что ведь мы вот о супербабушке уже знаем как бы всю историю, и как все начиналось, и первая супербабушка здесь у нас была, и вы много раз нам об этом рассказывали. И тут, что очень хорошо ложится на сегодняшнюю потребность, несмотря на все сложности нашего времени, все-таки и, скажем, московское долголетие, и активное долголетие, да, и обращение, когда власть, администрация, депутаты обращают внимание на некую, ну, скажем, творческую составляющую, да, вот взрослого населения, которые... Что такое 55 плюс женщины сегодня, когда у нас молодые люди, по-моему, до 35 там уже лет, что ли, ты молодой, значит, совсем недалеко еще, да, зрелый возраст. То есть хочется еще себя показать, да? Ну, я просто... У каждой участницы, да, есть дети и внуки. И этот конкурс, чем вот я считаю, что он хорош, да, потому что бабушка, да, она вовлекает всю семью. Вот я к тому, что к творческому конкурсу у нас одна бабушка, она вовлекла так, ну, у нее сын, да, и сын активно там и с внуками, а не такую сценку, да. Может, кто-то скажет, ой, там, типа того, что самодеятельность, какой-то капустник. Но сын, естественно, с детьми, они там спели песенку, станцевали. Они одели... Да, они смешно оделись, да, они были этими, ну, как вот есть это, новыми бабками, да. Вот, и когда вышла, ну, то есть бабушка, супербабушка, красиво, элегантно одета, ну, то есть это было, как участвуют все, то есть это конкурс всей семьи. Бабушки все расцвели, они все подходят, они подходят к нам, к организаторам и говорят спасибо. Да, сложные времена, сложные времена, но мы все равно должны думать о хорошем. И чтобы наши дети все-таки влюблялись, женились и рожали нам внуков. Да, и знали, что супербабушка, то есть что бабушка, она не просто бабушка, а супербабушка. Да, супербабушка. И я к тому, что, опять же, вот город, городской округ развивается, строится, к нам приезжает много новых жителей. Большое количество. Большое количество. И мне приятно, то, что, опять же, вот в этом, в новом составе у нас очень много жителей новых, которые недавно приехали, и они просто в восторге от того, что какой у нас интересный городской округ. Потому что, да, могут открыть интернет и будут читать плохие новости. А вы окунитесь в эту жизнь совсем другую. Общайтесь с другими. Просто надо все-таки общаться с позитивными людьми и просто жить. Надо быть в курсе событий, но расслабляться тоже, но правильно расслабляться. Ну, правильно. Я с вами согласна. Поэтому и бабушки, они у нас и патриотки. Кто-то читал очень замечательные стихотворения, пели песни. Где-то мы рыдали, потому что это было очень душевно, проникновенно. Но это, опять же, они объединяли все семьи. Ну, вот вы рассказали о трех конкурсах. Это все или еще? Нет, нет. Еще вот если 4 июля, 3 часа, в ДК Люберцы у нас состоится конкурс красоты. Конкурс красоты. То есть они к этому готовятся. По-моему, это самый главный конкурс. Да, это будет дефиле. Дефиле будет, ну, опять же, мы активное долголетие. То есть будет дефиле активного долголетия. И это не просто будет дефиле, это будет шоу. Ну, естественно, у нас будет определенная там... Союз женщин мы подготовили, там, визитка. Это вот наши оранжевые эти фартуки. Это будет... Ну, вот я там под секрет ищу. Бабушка интересная, да, с изюминкой. И, конечно, это будет вечерняя. То есть бабушка, как это называется, вечерняя. В наряде вечерняя. Да, то есть в каком-то светском. Вот. И это будет все концертными номерами. Поэтому, если... Есть желание 4 июля, да? Да, 4 июля в 3 часа. Конечно, надо будет... Потому что у каждой участницы есть своя команда поддержки. Но как... Говорят, что откроют даже балкон, и все желающие посмотреть, ну, то есть все смогут. Ну, это здорово. Да, то есть... Так, а после этого конкурса что? Когда будет подведение этого? Ну, смотрите, после этого конкурса мы не завершаем. Ага. Вот, у нас будет выбрано несколько номинаций. Но интригу мы держим до 2 сентября. Потому что имя супербабушки будет озвучено 2 сентября на празднование дня городского округа. Но мы еще съездим с ними на экскурсии. То есть сейчас у нас проработка. То есть июль-август мы все равно проведем вместе. Проведем несколько встреч с интересными людьми. Потому что у нас достаточно такая, как это правильно сказать, очень сложно выбрать. Я понимаю. Но вот в этом-то и прелесть. Да, потому что сильная конкуренция, сильные участницы. И даже если кто-то пришел и говорит, я просто за компанию пришла, поддерживаю. А потом... Да, но видно, как они к этому готовятся. Понятно. Ну что, огромное спасибо. И вам спасибо. То есть 4 июля все на супербабушку. И ждем потом 2 сентября. Напомню, что в гостях у нас была Елена Верховых, депутат Совета депутатов. Поговорили о важном, о самом важном. И поговорили о том, что тоже от нас не должно уходить. Чтобы мы радовались, обращали внимание на своих родных и близких, на детей, на внуков, на бабушек. И все вместе делали одно большое дело для всего городского округлюберца. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова